Всем привет! Меня зовут Сеня, я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Это видео у меня будет разговорным, это будет интересно тем, кто хочет узнать, куда лучше ехать, в Санкт-Петербург или Краснодар. Расскажу с точки зрения исключительно своего опыта, потому что в Краснодаре я прожила 4 года во время моей учебы в университете, прям полностью, 4 полных года. В Санкт-Петербурге я нахожусь уже 4 месяца, еще в течение предыдущего года я была очень часто здесь, то есть я пожила в Санкт-Петербурге каждое время года, то есть я и летом здесь жила, и осенью, и зимой, и весной, поэтому у меня есть полное представление, что из себя представляют каждый из этих городов. Сравнивать эти два города я буду по определенным критериям, которые для себя вот здесь написала на телефоне, и буду обращаться к этому списку. Итак, Санкт-Петербург и Краснодар. Два абсолютно не похожих друг на друга города, но это те города, в которые наиболее часто переезжают люди со всей России. Ну, что уж стоит не только с России, но и с ближнего зарубежья. Санкт-Петербург – северная столица, Краснодар – это южная столица, хотя в большинстве своем южная столица считают Ростов, но мы будем считать Краснодар, потому что все-таки Краснодарский край, если мы будем брать с точки зрения туристической, он наиболее посещаем, наиболее известен в этом плане, чем Ростов-на-Дону. Хотя, ну, как бы официально повторюсь, Ростов-на-Дону – это столица юга России. Итак, первое – это климат. Краснодарский климат или климат Санкт-Петербурга. Напомню, я человек северный, и я всю свою жизнь сознательную прожила на севере, на Урале, поэтому, конечно же, мне более привычный – это климат Санкт-Петербурга. Но почему тогда все северяне едут в Краснодар? Я думаю, что причины более чем понятны, чтобы, наконец-то, погреться, потому что человек северный, он устал от холода, от постоянного холода. 9 месяцев в году холод, зима собачья просто невозможна. И человек северный, или, как любят говорить, понаех, он едет на юг, чтобы погреть свои косточки, чтобы быть поближе к морю, чтобы кушать фрукты. Это все понятно. Именно я буду в этом видео рассказывать о Краснодаре, о городе-миллионнике. Ну, уже миллионнике, да. Хочу сразу сказать, что краснодарский климат мне не подошел по ряду причин. Что же не так с краснодарским климатом? Во-первых, для тех людей, которые не переносят сильную жару, и при этом влажность в самом Краснодаре будет тяжеловата. Летом я не могу находиться в Краснодаре, вот просто не могу. Когда я училась в университете, я с ужасом вспоминала летние дни, когда мне приходилось по 40-градусной жаре ходить в вуз и сидеть в аудиториях, в которых нет кондиционеров. Это было просто очень тяжело. Та же самая история, когда ты летом заходишь в трамваи, маршрутки, в автобусы, где нет кондиционеров, и ты просто задыхаешься. Почему так происходит? Потому что это большой город, везде асфальт, все закатано в асфальт, везде дома. Как такового ветра нет. Ну, конечно, наверное, если вы будете жить где-то на окраине, либо в частном секторе, либо в каких-то многоэтажках на окраине, в полях, то, возможно, там будет это легче переноситься. Но в самом Краснодаре это очень тяжело. Для сравнения, когда я приезжаю летом к родителям в Темрюкский район, к Азовскому, к Черному побережью, у меня нет такого, что я не могу переносить жару. Я прекрасно переношу жару, именно находясь у моря. Потому что, как бы это ни было сейчас для вас парадоксально, у моря, именно вот где мы живем, нет настолько большой влажности. И ветер летом, он очень спасительный. И ты без проблем перенесешь жару, что не скажешь про Краснодар. Зима в Краснодаре, это, конечно, отдельная история, потому что она больше похожа на петербургскую осень. Но плюсом Краснодарской зимы является то, что она очень непродолжительная. То есть, вот эта вот слякоть, грязь, она длится совсем недолго. И это просто нужно пережить. Сейчас, например, температура минус 5, а по ощущению как 13. Сто процентная влажность. Так что и на югах бывает зима. Причем, настоящая зима. Да, это не самое приятное время года. Но за ним следует весна. А весна на юге, это лично для меня, лично, по моему мнению, это самое прекрасное время года. Что касается петербургского лета. Этот год, 21 вернее, да, уже прошлый, он меня удивил. Он удивил всех северян, всех туристов, которые приезжали. И потому что это было одно из самых жарких лет, лета за последние 100 лет. В городе раскупили все вентиляторы. Ну, я хочу напомнить, что на севере не принято устанавливать кондиционеры. Они, может быть, есть где-то в офисных зданиях, но в домах обычных горожан их нет. И началась такая жара, что просто невозможно находиться дома. Петербургцы начали скупать вентиляторы. На югах вентиляторами обычно никто вообще не пользуется, потому что у всех есть кондиционеры. Здесь же ситуация другая. И цены на вентиляторы, они выросли просто до небес. Конечно, год на год в Петербурге не сходится, но это лето было настолько классным, что я купалась в Ладожском озере. И побережье Ладожского озера, оно было похоже на курортные места в Краснодарском крае или в Крыму. И не поверите, мне понравилось купаться в Ладожском озере гораздо больше, потому что, во-первых, вода там пресная, и после купания у тебя кожу не сжимает от соли. И причем температура воды, я хочу вам сказать, была как в Азовском море. Вот настолько было жарко и настолько прогрелось Ладожское озеро. Посмотрите кадры, когда я была там. Оказалась на одном очень интересном пляже. Чуть позже расскажу, в чем его особенность. Посмотрите, просто сколько людей здесь отдыхает. Теплая водичка, загорают люди. Песочек горячий. Единственное, чего, наверное, не хватает, это кукуруза, кукуруза, чучхела. Так вот, рассказываю, в чем особенность этого места. Это Санкт-Петербург. Да, это север нашей страны. Жара под 40. Люди купаются. Вода, как на Азовском море. Вопрос, зачем в этом году людям Крым и Краснодарский край, где куча ограничений, когда можно у себя дома на севере вот так вот купаться. Купальник с собой не брала, потому что не думала, что на севере может быть так тепло. Посмотрите. А в итоге купаюсь. Если бы я знала, что на севере будет летом так жарко, 40 градусов летом, естественно, я бы взяла. Потому что здесь люди все купаются в озерах, и вода настолько теплая, что даже не сравнится с водой в Черном море. Вот те же самые волны. Народу просто тьма. Что касается петербургской осени, это уныние. Ну, конечно, не считая золотую осень. В прошлом году в Петербурге я побывала на золотой осени, когда вокруг все желто. Вот в золоте все вокруг. И это было классно. И в том году мне даже довелось где-то в начале октября походить в футболках. И люди в местном парке загорали. Вот настолько парадоксально питерская погода. В этом году осень очень прохладная. Сейчас идет именно золотая осень. В городе, как вы видите, уже везде желтая листва. Но чтобы насладиться настоящей желтой осенью, красивой, величественной, мы решили поехать за город в Пушкин. Как я пережила петербургскую осень? Честно говоря, я не думала, что будет настолько тяжело. Эти свинцовые тучи низкие, отсутствие солнца просто неделями. Мне, как человеку, который последние несколько лет прожил на солнечном юге, который видел солнце практически каждый день, мне было крайне тяжело. Это было такое уныние. Я молилась на то, чтобы скорее выпал снег, чтобы было за окном красиво. Три часа дня, как же у нас светло. Это же вообще... Ой... Я слышала раньше про то, что в Петербурге вот такое уныние осенью, но я не думала, что настолько. Конечно, все это можно пережить. Особенно, если ты будешь часто гулять просто по центру, где красивая архитектура, вот эта такая вот пасмурная погода, она нисколько не портит Петербург. Если посмотреть на спальные районы, на окраину города, туда будет достаточно уныло и тяжело переносить. Ну, зима в Петербурге, она как обычная зима на севере. Те же минус 35 на Урале переносятся гораздо проще, чем здесь. Все, что ниже минус 10. Минус 20 было. Вот это вообще... Это очень тяжело здесь. Возможно, конечно, что я просто уже отвыкла от зимы полноценно северной. Мне кажется, что все-таки за 4 года жизни на юге, в Краснодарском крае, все-таки соскучилась по настоящей русской зиме, по снегу. Конечно, есть возможность там поехать в Сочи, покататься на лыжах, но за все время, что мы жили, мы ни разу не съездили вот в горы, именно сочинские. Мы были, кстати, зимой в Крыму, и там был снег. Для нас это тоже было в Яковинку, как так. В Крыму бывает снег, и такое бывает. Поэтому сейчас я просто очень радуюсь тому, что я вижу, тому, что пришла наконец-то зима, что я могу наслаждаться этим снегом, вот этим вот морозом, когда пар изо рта идет, когда все вокруг белым-бело. Конечно, это все приезд. Ну вот сейчас я поистине наслаждаюсь, особенно, наверное, наслаждаюсь солнечным деньком. Вот этот вот хрустящий под ногами снег. Ой, просто кайф такой. Наверное, знаете, даже здорово, когда у тебя есть возможность жить в разных местах. То есть сначала мы жили на севере, да, в моем родном городе, потом мы переехали на юг, потом я еще снова вернулась на север. Ты, прожив в таких разных контрастных условиях, ты начинаешь ценить каждое время года. Что касается пробок. Как мне показалось, что в Краснодаре гораздо больше пробок, нежели в Санкт-Петербурге. Я знаю, чем это обосновывается. В Краснодаре очень узкие улицы, и там, в принципе, нет возможности их как-то расширить. Неважно, центр это или новые районы. Там везде узкие улицы, дома близко-близко натыканы друг к другу, и поэтому возникают пробки, большой поток населения, это все понятно. На что я обратила внимание, когда приехала в Петербург, что здесь даже на окраинах очень широкие улицы. Просто огромные проспекты. И есть где оставить машину, припарковать. И в сравнении с Краснодаром, где очень узкие улицы, где вообще проблема с парковками, здесь такого нет. Ты идешь или едешь по улице, и ты ощущаешь, что да, это большой город, что здесь продумано. Здесь у тебя не возникает проблема с тем, что, а где же мне оставить машину? Я не знаю где. Про стоимость недвижимости. Конечно же, здесь все понятно. В Санкт-Петербурге она дороже, потому что это второй по значимости город в России. Цены здесь чуть меньше, чем в Москве. Человек, который приезжает из глубинки, неважно, с юга или с севера, он себе не может позволить купить квартиру по той стоимости, которая есть в Петербурге. Если люди покупают недвижимость, то они покупают в каком-нибудь, например, Кудрово. Вот она, Кудрово. Многоэтажки настроены, одни пробки. Вот они, огроменные домины. Ужас просто. Пугающий район. Очень много таких районов. Посмотри, ну это просто, ну слов нет, дом за домом. И представляешь, какие пробки, когда люди едут на работу. И они все строятся и строятся, новые эти дома. Там вообще не видно просвета. Одни дома. Вот так вот. Это такая окраина города. Ужас, уже столько едем, и это все одни. Домины. Не хочется. Ну я понимаю, что значит сейчас это. Но все равно. Вообще. Вот оно, Кудрово. Что касается Краснодара, тут за последние несколько лет цены скаканули достаточно прилично. Но тем не менее, многие северяне могут себе позволить купить квартиру. Опять-таки, в каких-то новых районах. Вот популярный район, где очень часто покупают приезжие, это в районе стадиона Краснодара. Восточно-Кругляковская. Это новый район, там новые многоэтажки. Самое дешевое жилье в Краснодаре можно купить в музыкальном микрорайоне. Но там нужно, наверное, очень аккуратно подходить к покупке недвижимости. Потому что можно пролететь очень серьезно. Не самый лучший микрорайон, грубо говоря, Шанхай. Я думаю, многие слышали про Краснодарский Шанхай. Сама я там лично не была, но видела фотографии, видела видеоблогеров. И это жесть, друзья, это жесть. Цены на продукты. Цены в Петербурге на продукты больше, наверное, процентов на 30 от краснодарских цен. Но здесь вполне все понятно, потому что и зарплаты в Петербурге средние гораздо выше, чем зарплата краснодарская. Если вам будет интересно, то в следующем видео я вам покажу цены, которые есть на продукты в одном из местных петербургских магазинчиков. Не гипермаркетов, а вот обычных магазинов около дома. Насчет общественного транспорта. В Петербурге общественный транспорт очень хорошо развит. Я уже на себе это все проверила. Мне понравилось съездить в метро, потому что это всегда быстро. И ты можешь добраться в любую часть города без пробок. Еще немножко успела поездить на автобусах, но не часто я ездила, потому что меня укачивает. Поэтому я предпочитала выбирать, если между автобусами или метро, конечно же метро. Там меня не укачивает. Если мы берем Краснодар, то в Краснодаре must have это ездить на трамвай, потому что ты можешь добраться опять-таки в любую часть города без пробок именно на трамвае. Ты можешь добраться в любую часть города, если в этой части города есть трамвайные пути. Это нужно обязательно учитывать, потому что трамвайные пути есть не везде. Но вот что касается в Краснодаре маршруток и автобусов, мне, честно говоря, не очень нравится, потому что поездила я в краснодарских маршрутках. Спасибо, больше не хочу. Потому что ты заходишь в эту маршрутку, набиваются люди, и вы едете как кирки в бочке. Ну ладно, если бы вы спокойно ехали еще. Но ведь водила просто прет прямо, я не знаю как, и вы вот так вот все в этой маршрутке трясетесь. А я человек, опять-таки повторюсь, которого укачивает в общественном транспорте. Тошниловка, в общем. Стоит, конечно же, сказать и про медицину, про больницу. Что касается краснодарской медицины, то я думаю, многие из вас знают, что она просто никакая. Это касается не только Краснодара города, но это касается всего Краснодарского края. Я тоже успела походить по больницам. Кстати, каждый студент в Краснодаре прикреплен к межвузовской поликлинике. И ты ходишь туда, там есть все врачи. Пошла я как-то в больницу ко врачу, проблемами с шеей, у меня постоянно шея болит. И я хотела получить направление в краевую больницу, потому что там гораздо больше специалистов. На что мне там сказали? Ну, девушка, ну вот когда у вас руки и ноги отнимутся, вот тогда приходите, возможно, мы вам дадим направление в краевую. Я говорю, мне нужно это направление. Вы можете мне его дать? Нет, они мне в итоге все равно не дали это направление. Я говорю, мне нужно направление. Если вы мне здесь не можете помочь, дайте мне направление туда, где с этим помогут мне справиться. В Петербурге я тоже успела немножко походить по больницам. Я приписалась в местную поликлинику. Нужно приписаться по месту вашего жительства. Ну, естественно, я взяла с собой ОМС, потому что каждый гражданин России может один раз в год поменять место своей поликлиники, куда он будет ходить. Первый опыт столкновения с медициной. Пока было все очень доброжелательно, мне все объяснили. Ничего негативного не могу сказать. И поликлиники, в которые я зашла, в детскую зашла, зашла во взрослую. И очень чисто, хочу сказать, народу много. Меня немножко удивило, что когда я хотела получить направление на рентген и на флюорограф, мне сказали, что, извините, на ближайший месяц нет талонов. Ну, нет талонов. Я говорю, ну, а как мне? Ну, значит, идите платно. То есть, настолько большая очередь, что ты не можешь получить талон на бесплатное обследование. Собственно, поэтому я пошла в платную клинику. Платная медицина, она везде такая, что к тебе хорошие отношения, но цена при этом на приемы немаленькая. Если сравнивать по факту ухоженности города, то здесь, конечно же, я предпочтение отдам Петербургу, потому что за городом следят. Хотя, может быть, не так сильно, как за Москвой. Летом я побывала в Москве, хоть и проездом, но у меня просто рот открылся от того, насколько там все красиво. Петербург в этом плане, ему уделяется меньше внимания, но гораздо больше внимания, чем Краснодар. В Краснодаре, мне кажется, вообще как-то забили на внешний облик города, вообще не стараются сохранить какое-то культурное наследие. Иногда что-то там на Красной улице вот этих зданий, их что-то там подмазывают, подкрашивают. Но в целом, если мы немножко отойдем от улицы Красной, мы попадем в какое-то село, в какую-то станицу. Наверное, не зря поэтому говорят, что Краснодар – это столица всех деревень. Собственно, краснодарской архитектуры или какого-то единого стиля его в принципе нет, его не существует. Тут частный сектор, тут район многоэтажный, а там за ними снова частный сектор. Нет какого-то такого единства. То есть все очень намешано. Конечно, сравнивая Петербург и Краснодар, мы должны понимать, кто приезжает в эти города. Да, Петербург – это более молодежный город. Сюда приезжают чаще всего молодые люди для учебы, студенты. В Краснодар же едут, как правило, уже семейные люди, либо пенсионеры. Исходя из этого, мы уже можем с вами говорить о том, какая перспектива есть для людей в Петербурге или в Краснодаре. В Петербурге молодежи очень круто. Вся молодежь мечтает переехать либо в Москву, либо в Петербург, потому что понятно, есть куда сходить. Постоянная движуха, театры, музеи, всякие места для отдыха, куча парков. Не нужно забывать и про загородные резиденции императоров. Просто масса мест, где ты можешь развиваться. Что касается Краснодара для молодежи, то, мне кажется, студентам в Краснодаре очень грустно. Там, как бы, парки есть, парки есть, есть места для отдыха, но они больше подойдут для семейных людей. Тот же Солнечный остров там. Единственное современное место в Краснодаре – это парк Галицкого. Новое общественное пространство, которое очень нравится молодежи, нравится всем тем, кто приезжает в Краснодар. Ну, а где движуха в Краснодаре? В Краснодаре движуха на улице Красной. Там находятся все бары, пабы, клубы всякие, заведения, куда можно сходить. Ну, это, собственно, все. Несколько музеев на весь город. И то таких не самых, честно говоря, интересных. А больше-то заняться в Краснодаре-то и нечем. Все. Ну, собственно, вот так вот я сравнила два города, в которых мне довелось пожить. Санкт-Петербург и Краснодар. Я думаю, вам есть что обсудить в комментариях под этим видео, поэтому жду ваши комментарии. Это очень важно, ваше мнение. Давайте будем обсуждать, задавать какие-то вопросы. На них я отвечу вам в следующем видео. Также не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. И мы с вами увидимся в следующем видео. Всем спасибо. Пока-пока.